Здравствуйте! С вами программа Крымли. В студии для вас работает Алексей Надрогань. О самых важных событиях недели далее в программе. Не недели без задержаний. Резу из этого допрашивали ФСБ. В участке оказались и его друзья. Окупантский прокурор угрожает волной репрессий. В сети появился список сторонников Майдана. Документальная лента Крым. Параллели истории. Что Украина должна сделать для крымских татар. Ливни в Крыму потопили несколько десятков сел. Водохранилища полны, но будет ли урожай? Забота по-российски. С 1 июля в Крыму могут закрыться многие ночные аптеки. Проект о товарно-сырьевой блокаде Крыма внесен в Раду, но закон о свободной экономической зоне никто не отменял. Очередное задержание крымского татарина. В 6 утра 4 июня к жителю Строгана в Киризе из этого пришли с обыском. Как выяснилось впоследствии, это были представители ФСБ. Родственники, друзья и односельчане пытались помешать вооруженным людям увезти мужчину. Когда его все-таки доставили в ФСБ, его родные собрались под зданием. Их задержали и на три часа увезли в полицию, якобы для установления личностей. Как выяснилось, обыск и короткий допрос из этого был связан с уголовным делом некоего Решетова, якобы воюющего на стороне сирийской оппозиции. Реза из этого отмечает, что такого человека не знает. Утро 4 июня началось с уже привычных для крымчан маски-шоу и арестов без объяснений. 36-летний житель села Строгановка Симферопольского района Реза Изетов был принудительно выведен из собственного дома людьми в масках с автоматами. Ну, забирайте. Объясните хоть. Может, вы крадете его. Документы хоть предъявите. Документы покажите. Предъявите. Оперативники заявили, что на задержание Изетова имеется решение суда. Одно-это сам документ не предоставили. На момент задержания у дома Резы Изетова собрались родные и близкие, которым удалось зафиксировать происходящее на камеру мобильного телефона. Снимать не имеете права, вы снимаете. Вы снимаете. Нет, вы не имеете права, мы имеем права. А вы кто вообще? Вы кто документ? Мы граждане. В момент задержания Резы Изетова люди в масках отказывались сообщить, в рамках какого уголовного дела происходит задержание. Кто следователь? Дайте. Уважаемый, покажи документы, чтобы мы знали. Это моя сестренка твоя, муж хороший у нее. Документы покажите, пожалуйста. Что он его забирает? Что он сделал? Объяснили. Один из свидетелей задержания Резы Изетова попытался преградить путь машине, которая увозила задержанного. Однако его попытка была жестко пресечена вооруженными людьми. Не трогай машину. Не трогай. Машину не трогай. Отожди от машины. Документы покажи. Отожди от машины. Документы покажи. Что вы будете делать? Убивать машину? Стрелять будешь, да? Ты что, тоже будешь стрелять? Что в маске? Стыдно? Стыдно тебе, да? Да так и больше только. На камеру убери. Что снимаешь незаконно? Ну, документы где-то. Что, я публичный человек? Вот они публичные. Смотри, как они толкались. Ни за что. Документы хоть кто-то покажет. Я говорю, кто вообще? Вот нашего брата увезли. Позже выяснилось, что Реза Изетов был доставлен в Крымское управление ФСБ. Откуда после следственных мероприятий его отпустили домой. Однако на этом задержания не закончились. У здания ФСБ в центре Симферополя были задержаны еще 12 человек, которые пришли поддержать соотечественника Резу Изетова. Их задержали сотрудники полиции для выяснения личности и припроводили в Киевский райотдел милиции. Какие преступления вменяют задержанным, неизвестно. Напомним, обыски в домах крымских татар и их задержания начались с начала российской аннексии Крыма. Под каток оккупантов попали сторонники Меджлиса и те, кто не признают законность российской аннексии полуострова. Часть списка людей, которых намерены преследовать оккупанты, появилась в сети. Напомню, недавно псевдопрокурор Поклонская заявила, установила имена и фамилии всех командиров, которые собирали сторонников Евромайдана в Крыму и организовывали их отправление в Киев. Страницы со списками придало гласности издания Крымреалии. Примечательно, что в перечне лиц, выезжавших в Киев, для участия в акциях протеста есть фамилии как с одной, так и с другой стороны. То есть крымские псевдосиловики ведут учет и антимайдановцев. Окупационная прокуратура Крыма анонсирует уголовные дела в отношении полусотни крымчан, которые поддерживали и принимали участие в Евромайдане. В СМИ попал список будущих жертв оккупационного правосудия. В перечне, обнародованном изданием Крымреалии, присутствуют известные правозащитники, активисты и другие крымчане. Среди них глава Меджилиса крымских татар Рифат Чубаров и его заместитель Ахтем Чайгос, который на данный момент находится под арестом по обвинению в организации массовых беспорядков в Симферополе 26 февраля 2014 года. Глава Центра делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» Андрей Щекун, крымские активисты «Отец и сын Ковальские», бывший нардеп Украины от Крыма Эдуард Леонов и другие. В самой прокуратуре Крыма пока не комментируют этот список. Как известно, в середине мая в Симферополе за участие в Евромайдане осудили первого крымчанина Александра Костенко. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Это восстановление справедливости. Вот той справедливости, которую ждали все граждане страны. Вот той справедливости, которую ждали потерпевшие сотрудники спецподразделения «Беркута». Восстановлению так называемой справедливости предшествовали несколько месяцев издевательств над Костенко в СИЗО. Теперь его защита намерена дойти до Европейского суда. Судья решил взять весь позор на себя прокурора. Дело его, а наше дело, соответственно, обжалование в Верховный суд Республики Крым. Будем требовать возбуждения дела против сотрудников, осуществляющих пытки. И, соответственно, будем по поводу пыток обращаться в Европейский суд по правам человека, поскольку нарушена статья третья. Сразу же после вынесения приговора Костенко оккупационная прокурор Наталья Поклонская пообещала продолжить судебные процессы над другими участниками Майдана, в числе которых не только крымчане. История депортации и современность. Документальную ленту «Крым» презентовали в Киеве. Фильм украинского режиссера Ксении Жерноклей уже получил награды на международных фестивалях. Состоялся и внеконкурсный показ в Каннах. Его автор рассказывает о боли, страхе и горечи утрат. И мечтает о том, чтобы в мире как можно больше людей узнало о трагедии крымско-татарского народа. И прошлой, и нынешней. Документальный фильм «Крым» о крымских татарах режиссера Ксении Жерноклей презентовали в Киеве. Организатор показа «Американский дом» пригласил к дискуссии о ленте крымских переселенцев, общественных деятелей, ученых. Фильм, получивший награду Международного кинофестиваля World Fest в Америке, рассказывает историю трех поколений крымских татарок. Главные героини – пожилая крымская татарка, пережившая депортацию и вернувшаяся домой. Девушка, рожденная уже в украинском Крыму и женщина, родившаяся в депортации. Я, когда приехала в Крым, у меня, знаете, у меня душа выскакивала из груди, когда мы ехали в сторону Бахчисарая. Я вот, понимаете, думала, это же не у меня, это же вот это все мое. Вот мне так хорошо было. Воспоминания и переживания женщин пронизаны параллелями между прошлым и нынешней оккупацией полуострова. Сейчас на родине они снова ощутили на себе гонение. Сейчас, когда все в один миг буквально разрушилось, когда крымские татары, как оказалось, стали единственной проукраинской силой в Крыму, к сожалению, наша жизнь пытается сделать невыносимой. Практически все имена изменены. Некоторых персонажей автор не показала крупным планом специально. Слишком опасно для них. Украинка Ксения Жарнаклей сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах. До Аннексии на полуострове не была ни разу, но после съемок фильма полюбила Крым как свою вторую родину. У нее много друзей среди крымских татар, и режиссер знает, как этому народу сейчас трудно живется. Особенно пожилым людям, которые один раз уже прошли через ужасы гонений. Когда Ксения уезжала, старшие героини плакали. Одна из них даже просила девушку остаться. Она молилась в дорогу, когда я уезжала. Она мне говорила, доченька, вернись, я тебе не все рассказала, я куплю пленку, если надо. И у меня создалось такое ощущение, что их недослушали. Что, наверное, есть, конечно же, архивы, эти люди рассказывают свои истории, но их недослушали. И, конечно, виновата, очень сильно виновата Украина, потому что она недослушала. Это часть украинской истории, не только крымско-татарской. Украина действительно виновата перед крымскими татарами, считают эксперты и общественные активисты. Государство не восстановило вовремя их права и медлит закреплением статуса коренного народа даже сейчас. Как-то право движется, но, на мой взгляд, надто повильно. Мы пытаемся ввести отдельную статью новую версию Конституции в раздел 2 права человека. Там все чудесный опер, но на уровне общества, которое, вы знаете, прозревает, ему открывают очи. В украинском обществе интерес к крымским татарам очень велик, отмечает Наталья Белецер. Так что такие фильмы очень нужны, ведь мало кто из обычных людей знает, что такое коренные народы, как ущемлены их права. Крымские татары нуждаются в поддержке, ведь ситуация на полуострове для них ухудшается с каждым днем, считают общественные деятели. Ситуация там очень напружена, и чем дальше, тем меньше мы можем отримать информацию звезда через то, что знищаются независимые земли, закрытие крымско-татарского канала АТР. И поэтому такие стрички, наверное, очень важны для того, чтобы показывать, все-таки, какое жизнь там на самом деле. То, что происходит с крымскими татарами, трагедия для всей Украины, считают участники дискуссии. Но они не оставляют надежды на то, что народ перестанет быть заложником на собственной земле. И что справедливость все же восторжествует и принесет крымским татарам свободу. И сегодня гость нашей студии, автор фильма, режиссер Ксения Жирноклей. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы ведь, насколько я понимаю, были в Крыму впервые во время съемок фильма, и предприняли массу мер предосторожности, и снимали одна, чтобы не привлекать внимания. Какой вам показалась атмосфера на полуострове в этот момент? Я снимала свой фильм 6 месяцев после оккупации Крыма Российской Федерации. Конечно, было очень страшно, и меня многие отговаривали от того, чтобы ехать в Крым в такой ситуации. Но поскольку я не живу в Украине, я думала о том, что меня, наверное, здесь не знают, и это не будет настолько опасным, как меня предупреждали об этом. Но ехала я все-таки одна, для того, чтобы это не было похоже на съемку. Ехала на свой страх и риск, на поезде, просто очень аккуратно снимала на фотоаппарат, то есть не привлекала никакой съемочной команды для съемок, и старалась не обращать на себя внимания. Вот и все. Вы изначально предназначили этот фильм для международного сообщества. На Ваш взгляд, достаточно ли люди в мире знают о крымских татарах? Достаточно ли у них информации? Многие ли знают о том, что вообще существует такой коренной народ в Крыму? Из моего личного опыта у меня сложилось впечатление, что о крымских татарах вообще практически не знают за границей. То есть о проблеме Крыма знают полтора года назад, год назад, когда показывали в новостях международных, то есть люди уже начинали понимать, что есть Крым, а там проблема, Россия, Украина. После чего этот вопрос немножко опустили, теперь о Крыме практически никто и не говорит. О факте крымских татар, о других национальностях, которые проживают в Украине, вообще абсолютно никто не знает. И мне хотелось просто рассказать об этом за пределами Украины. Мне хотелось показать, насколько Украина толерантная страна, и насколько много разных религий, конфессий, национальностей проживают на одной территории, совершенно прекрасно проживают вместе. Поэтому целью создания моего фильма было рассказать историю крымских татар, на примере крымских татар, про Украину, для аудитории за пределами Украины. Насколько я знаю, фильм уже победил на нескольких фестивалях, и вне конкурса вы показали его в Каннах. На Каннской площадке как люди реагировали, что в основном спрашивали? Ну, во-первых, Каннский фестиваль – это больше платформа для каких-то переговоров, знакомств, для подписания будущих контрактов. Поэтому для меня присутствие в Каннах было своеобразным подтверждением того, что можно этот вопрос, вопрос Крыма, вопрос Украины продвинуть дальше и работать над будущими проектами. А в результате в Каннах после показа моего фильма я встретила дистрибьюторов французских, которые взяли дистрибьюцию моего фильма, мировую дистрибьюцию. Также я нашла новые проекты, и меня это в какой-то степени вдохновило, и я думаю, что я буду продолжать крымско-татарскую тематику и в будущем, в более масштабном проекте. Сейчас общаетесь со своими друзьями в Крыму, какие у них настроения? Они очень боятся. Вообще люди, которые не поддерживают Россию в Крыму, они очень боятся, поэтому мало что озвучивают. В социальных сетях они не сидят, им вообще мало рассказывают. На самом деле настроения не очень хорошие, ситуация очень сильно поменялась. Крымско-татарская семья, в которой жила я, они очень сильно боятся за свою безопасность, но в то же время они до сих пор поддерживают Украину, они не меняют свои точки зрения. Ну, я надеюсь, что ситуация не станет хуже. Это самое главное. Самое главное, конечно. Не было ли проблем у кого-то из героев фильма уже? Нет, проблем не было. Некоторые герои я абсолютно не показываю в фильме, не показываю лиц, использую только голос за кадром. Имена, конечно же, я поменяла в титрах, поэтому я прекрасно понимаю, что это может быть опасно, но я не рассказываю ни где я нахожусь, ни с кем я нахожусь. То есть, как бы, есть люди, которые говорят открыто, но они рассказывают про прошлое, про историю. А так я старалась немножко уходить от личности и просто говорить о народе. На Ваш взгляд, самая большая трагедия крымских татар, в чем она заключается? Наверное, самое страшное, это то, что столько разных поколений родилось на разных территориях и под разными флагами в разных государствах. Тот же Крым, который был Советским Союзом, потом стал Украиной, теперь стал практически Россией. И каждое поколение крымских татар принадлежит к какому-то кусочку истории. И вот это, наверное, самое страшное, потому что люди привязаны к земле, а землю эту раздирают между собой. Поэтому я думаю, что им очень тяжело. Государство Украина, на Ваш взгляд, что должно сейчас в первую очередь сделать для народа? Чего не сделано? Крымские татары, точно так же, как и украинцы, в Крыму стали заложниками ситуации. Для меня Крым – это не территория, это люди. И потеряв этих людей, мы теряем население Украины. Это очень много людей. Это 300 тысяч крымских татар, наверное, столько же украинцев. Это очень много. И на самом деле нужно их поддержать, потому что они в какой-то степени стали иностранцами на собственной земле. И те же крымские татары в оккупированном Крыму – это для меня то же самое, что депортация. Только это обратная депортация. А быть чужим на собственной земле – это страшно. Я думаю, что Украина должна немножко серьезнее относиться к этому вопросу и не оставлять это потом как неприоритетный какой-то вопрос и концентрироваться только на востоке Украины. Это люди. Это не территория. Это люди, это судьбы, это будущие поколения, которые теперь воспитываются в совершенно другой системе. Нужно думать о том, как их вернуть в будущем. Потому что через 20 лет это взрослые люди, те дети, которые рождаются сейчас. Нужно об этом думать, нельзя забывать. Это не просто территория. Наверное, Украина делает недостаточно, потому что я не вижу со стороны, что сейчас конкретно делать для того, чтобы вернуть этих людей, чтобы им помочь, их поддержать. Я этого не вижу. Спасибо, Ксения. Напомню, у нас в гостях был автор документального фильма «Крым» режиссер Ксения Жирноклей. Сильные ливни в Крыму привели к подтоплениям. В последний раз такое количество осадков выпадало на полуострове в это время года в конце 60-х годов, отмечают спасатели. Они стараются акцентировать внимание крымчан на плюсах стихии. Водохранилища наполнились водой. Но людей беспокоят их подтопленные дома. В оккупационный совмин массово жалуются на воду в подвалах. Много проблем дожди принесли в Симферопольские и Бахчисарайские районы. В столице подтоплено около сотни подвалов многоэтажек. Люди жалуются на то, что воду не откачивают. В Крыму вторую неделю бушует стихия. На полуостров обрушились ливни и грозы. За несколько дней осадки превысили месячную норму в 2,5 раза. Серьезно пострадали жители Симферопольского района. В частности, вышедший из берегов Салгир затопил Добровскую долину и прилегающие села. Многим приходится не только вычерпывать воду из домов, но и жить без света. Черезчайную ситуацию мы пока не признаем по ситуации. Потому что, я думаю, если осадков не будет, мы справимся данными силами и средствами. Но угроза существования черезчайной ситуации возможна. Сложная ситуация наблюдается в Бахчисарайском районе. Из-за наводнения здесь пришлось эвакуировать жителей некоторых сел. Пострадала и крымская столица. В Симферополе затопило подвалы местной больницы имени Симашко. В ближайшие дни ливни в Крыму, по прогнозам синоптиков, продолжатся. Изначально местные фермеры называли дожди подарком судьбы, поскольку Крым уже год страдает от отсутствия Днепровской воды. Однако теперь полуостров может и вовсе остаться без урожая. Очередное проявление заботы оккупантов о здоровье крымчан. Большинство ночных аптек в Крыму под угрозой закрытия. С 1 июля вступает в силу постановление российского правительства о запрете работы в жилых домах любых предприятий после 23.00. Это ударит по малому и среднему бизнесу и так дышащему наладан. Но больше всего по рядовым крымчанам. Почти не станет ночных аптек, ведь многие из них размещены именно в жилых домах. На этой неделе часть аптек уже была временно закрыта на несколько дней. Их заставили получать новые лицензии. Много жалоб на это поступало от жителей Керчи и Алушты. В Крыму в ближайшее время закроются предприятия, которые располагаются в многоквартирных жилых домах. С 1 июля вступает в силу постановление правительства России, которое вводит новые обязательные требования к строительным нормам и правилам. Документ запрещает размещать коммерческие объекты в подвальном, цокольном помещениях, а также на первом и втором этажах зданий. Запрещается в частности размещение специализированных рыбных магазинов, бань и саун, предприятий питания и досуга, клиника диагностических лабораторий и других предприятий. В перечень запрещенных также входят и аптеки с режимом работы после 23.00. Правда, в Крыму не все пока об этом знают. Скажите, пожалуйста, а есть информация о том, что с 1 июня закрываются все аптеки, которые находятся в жилых домах, если они работают в круглосуточном режиме? У вас есть об этом информация? Первый раз слышите, да? Спасибо большое. Крымчане инициативу российского правительства в целом поддерживают, особенно когда запрет касается баров и ресторанов. Однако к закрытию круглосуточных аптек относятся отрицательно. Отрицательно. Почему? Вот эта аптека очень хорошая, у них цены нормальные. А вы где-то рядом живете, да? Да. Самая большая беда, что ли? Да, что в жилом доме. Больше нечем, что закрывать аптеки. Что это? Кому это надоело? А открыть очередной бар? Если предприятие, в данном случае аптека, работает без каких-либо, скажем так, юридических нарушений, и находится в жилом доме, то я не нахожу здесь никаких аномалий, чем было бы нарушить покой проживающих граждан здесь. Так что я считаю, работают люди и бог им на встречу. Наоборот бы, если бы была клиника, вот здесь, в которой близко живут люди, есть пожилые люди, хотели бы сюда ходить. Хотели бы. Даже то давление поверить. Общественный омбудсмен России по защите прав предпринимателей Андрей Даниленко отмечает, что указанный запрет ударит по крымским предпринимателям, финансовое положение которых и так сложное. Он ходатайствует перед Минпромторгом России, чтобы переход на новые правила в Крыму отложили хотя бы до 2017 года. Однако ответа пока не получил. Между тем, в Крыму уже начали закрываться некоторые объекты из перечня запрещенных. Проект закона о товарно-сырьевой блокаде оккупированных территорий внесен в парламент. По словам нардепа Сергея Высоцкого, документ подготовлен межфракционной группой самообороны Майдана. Экономической блокады Крыма общественники требуют уже год, но пока безрезультатно. Сможет ли один проект что-либо изменить? Об этом в последнем сюжете выпуска. В парламент Украины внесен законопроект о товарно-сырьевой блокаде Крыма и других оккупированных территорий. Документ подан представителями межфракционной группы самообороны Майдана и других депутатских групп и фракций, сообщает народный депутат Сергей Высоцкий. Текст документа пока не обнародован. В открытом доступе пока есть лишь фрагмент, в котором говорится о запрете любых товарных грузоперевозок с оккупированными территориями, кроме гуманитарной помощи, которая поставляется под присмотром международных организаций. На сегодняшний день все экономические отношения с Крымом должны были быть прекращены. В вооруженном пути вернуть Крым Украине, на наш взгляд, невозможно. У Украины сегодня нет этих возможностей. Экономическая блокада оккупированного Крыма, куда уже год продолжают гонять фуры с продуктами, лежит в основе стратегии возвращения Крыма под контроль Украины, представленной экспертами благотворительного фонда «Майдан иностранных дел». Эту стратегию поддерживают и многие переселенцы, политики и общественные деятели. Среди них крымчанин, экс-заместитель главы администрации президента Украины Андрей Сенченко, который еще в прошлом году сделал самый первый шаг для блокады оккупированного Крыма. Я скажу честно, в свое время я злоупотребил служебным положением, принял решение и не дал включить воду в Крым. И считаю, что правильно сделал. Я во все доступные двери стучусь, объясняю, рассказываю. Давайте вместе, наконец, додавим вопрос, чтобы прекратился абсурд с товарными поставками в Крым. За продуктовую блокаду Крыма выступает и лидер президентской фракции в парламенте Украины Юрий Луценко. Правда, такое заявление он сделал лишь спустя год, пока продолжаются товарные выезжи украинских фур в Крым. Донецк и Крым недавно перестали отримать электроэнергию и газ за счет украинского бюджета. Теперь за все платит Путин. И мы заэкономили 14 млн долларов в день, ну, в зимовый период. Сьогодні та самая ситуация про харча. Хочете харча? Хочет оптовый склад на украинской территории. Ваши трейдеры приезжают, купуют за ценами, которые мы считаем необходимым становить для оккупантов. И будь ласка. Однако пока дальше этих слов дело не идет. В случае принятия законопроекта о товарно-сырьевой блокаде Крыма проблема решится лишь отчасти. Поскольку действующим до сих пор остается закон о свободной экономической зоне Крым, который и обеспечивает беспрепятственные поставки товаров на полуостров. Эксперты отмечают, что без его отмены реально блокировать эти поставки будет невозможно. Вы смотрели программу Крымлиф, программу о том, как живут украинцы в условиях российской оккупации на украинском полуострове Крым. Это были все новости выпуска. С вами была Алексина Дорогань. До новых встреч в эфире. В России идет пропаганда Крыма. Настолько, что составить конкуренцию Краснодарскому краю. Что все шикарно, пляжи, питание, проживание, дешево, все. Приезжайте и будете здесь, отдыхайте. Ситуация какая? Сняли жилье. Хорошо, сняли жилье спокойно, стали ходить к пляжу. Пляжи все закрыты. Ведет 20-25 минут, до 30 минут до того, чтобы попасть на бесплатный русалочий пляж, где ситуация такая, что 5 на 6 метров, люди практически кладут тебе полотенце на голову, для того, чтобы лечь. Потому что реально негде упасть и яблоко. До обеда невозможно вообще. Все пляжи закрыты на всей территории, начиная от верхних санаториев, которые идут. Морской прибой, Ай-Петри, театр актера, творчество актера, Мисхор. Все пляжи закрыты, огорожены забором и никого не пускают. Разворачиваются с детьми, с грудными детьми и не дают вообще зайти. Практически посылая нас на три буквы. Потому что якобы покупаете курсовки, и тогда будет у вас свободное лечение. Какое лечение на пляже? Мне просто надо попасть на берег моря. Если это санаторий, то, пожалуйста, верхняя палуба, там, где идет верхний ярус с лежаками, с тентами, да. Пусть это будет санаторий. Одевайте браслета, чтобы отличить. Если мне надо лежак, я его куплю. Но если мне надо попасть к морю ребенка, я не могу. Я спускаюсь с высоты этих гор, и больше моей ноги в этом Крыме не будет. И я всем своим друзьям буду советовать на то, чтобы не ходить, не приезжать, не покупать сюда билеты, потому что ситуация ненормальная. Была в Одессе до вот этого переворота. Ситуация в Одессе, все пляжи были свободны. Очень спокойно, очень хорошо. Я любила Евпаторию. У нас там наш санаторий. Поэтому мы спокойно пользовались всеми пляжами. Везде. Все было открыто. Что это за новости? Путин говорит одно, вы говорите другое. Что пляжи должны быть открыты. Есть машины. Подождите, женщина. Это пляж лечебный. Что тут лечебный? Какой он лечебный? Он такой же море. На что глупости говорите? Вот это общественный пляж на русалке. Не надо здесь такой же море. Женщина, вы идите в администрацию. На что я должна с тобой пробу сбрать, что ли? Я купаюсь на Луглевском пляже в Москве. Он это открыт. А здесь, получается, приезжаешь в Крым, и надо еще искать место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова